МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бразии можно долго распространяться и о сортовом помидорном. Но сегодня поговорим о базилике. Он и вправду обязательный атрибут итальянской кухни. Как и полагается, согласно названию, царственный царит во множестве блюд, от салатов до соусов и даже напитков. Базиликовый лимонад удивительно освежает, а базиликовый чай попробовать нужно хотя бы за тем, чтобы решить, в какую сторону повернуть свои базиликовые предпочтения. Нужен ли им эксперимент? Даже если нет, не десерты, напитки с базиликом, а паста и пицца. Понятнее? Примите к сведению. Основная часть растения, используемая в кулинарии, это листья. Стебли базилика очень жесткие, основательные, ароматные, даже сверхароматные и горчат. Правда, это не всегда относится к робким покупным стебелькам, но имейте в виду, все же это стоит. Что касается пряных сочетаний, если следовать итальянской классике, базилик отлично сочетается с розмарином, шалфием и орегано. А вот если вспомнить про Кавказ, тогда с кинзой. Вместе и кинза становится не такой активной, и базилик гораздо скромнее. Гармония. Базилик – идеальный оттенок к блюдам, где есть томат, лук и чеснок. В этом смысле нельзя не вспомнить салат капрезы. Капрезы не от слова каприса, а от слова капри. Прекрасная каприйская закуска. Аккуратно нарезанные ломтики помидоров и моцареллы выкладываются на блюдо, украшаются базиликом, сбрызгиваются бальзамическим уксусом и оливковым маслом, иногда добавляют соус песто. Да, еда должна быть не только вкусной, но и красивой. И сегодня это относится и к нашей пицце тоже, которая, кстати говоря, приготовлена по мотивам салата капрезы. Можно подумать, что пицца капрезы ничем не отличается от пиццы маргарита, но это с чего мы и начали. Вроде бы помидоры, сыр, базилик, а результат всегда разный. К рецепту стоит присмотреться. Пицца капрезы. Приготовить классическое дрожжевое тесто для пиццы. Выложить его на противень. Листья базилика залить кипятком, через минутку поместить их в воду со льдом. Отжать и соединить в блендере с чесноком, оливковым маслом, солью и перцем. Смазать полученным основу для пиццы. Распределить по поверхности помидоры и моцареллу. Отправить обратно в духовку минут на 15. При подаче присыпать свежим базиликом. Кстати, что такое классическое тесто для пиццы? Напоминаем. Мука, дрожжи, соль, оливковое масло, теплая вода. Замесить и дать постоять минут 45. Обмять. Вкусных вам начинаний и продолжений, которые, как всегда, следуют. Приятного аппетита. С вами была Жанна Соловьева. Пока.